21 апреля глава города Наталья Тихонова провела совещание на тему пожара, произошедшего 20 апреля около пыльного отвала. На совещание присутствовали представители прокуратуры, полиции, работники администрации, курирующие вопросы безопасности, представители 61-й пожарной части и других надзорных органов. Глава города отметила, что данную ситуацию квалифицировали как чрезвычайную. Данную ситуацию мы не квалифицировали как чрезвычайную в соответствии с установленными законным требованиями, но вопросы, связанные со своевременным информированием населения, всех надзорных органов, своевременность и принятие мер показало, что есть определенные сложности по своевременности реагирования. Затем начальник отдела безопасности администрации городского округа Евгений Кутарев доложил о проведенных мероприятиях. В район получают задымление убыл дежурной коровы 61-й пожарной спасательной части. По поступившей от них информации на пыльном отвале, то есть на открытой площадке произошло возгорание. На базе утилизации резиновых изделий в основном это были автомобильные шивны. В районе 15.05 служба пожаротушения 59-й отряда вышла на единую дежурную диспетчерскую службу с просьбой об оказании помощи в тушении пожара. В районе тушения пожара была направлена техника, это силы и средства, получается, муниципального аварийно-спасательного отряда, муниципального бюджетного учреждения Центра спасения и муниципального казенного предприятия, которые ресурсы. А также был через публичное акционерное общество «Урал-Азбест» был решен вопрос, в том числе отправки техники по «Урал-Азбест». Всего, получая для тушения пожара, привлекалось по предварительным данным 17 единиц личного состава и 11 единиц техники. По предварительной информации в 16 часов пожар был локализован, однако тушение продолжалось до 20.00. В настоящее время, в ночное время, там также дежурило силы и средства 61-го пожара в спасательной части. Вечером и ночью на месте пожара работали пожарные, работники муниципального предприятия «Вторресурсы». Предприятие направило к месту пожара два погрузчика и два самосвала, которые занимались отсыпкой места пожара. Старший дознаватель отдела надзорной деятельности Алексей Волов доложил о предварительной причине возгорания. С 19-го числа, соответственно, ветер подул в эту сторону. Воспламенились бочки с горячими веществами, которые находились в непосредственной близости от мусора. И огонь распространился, соответственно, уже на находящейся покрышке за забором. Что только пока вот это предварительно. Предварительная причина. Вопрос такой, в рамках возгорания существовала ли угроза жизни физически? Кто-то находился на территории? Там находился один сторож, рядом больше никаких ни строений, ни организаций, никого не было. Дознаватель пояснил о предприятии, которому горевшие шины принадлежали. Данный участок был под институт промоэкологии. Эти, получается, шины были на утилизацию, были привезены, складировались. В 19-м году институт договор аренды не продлял с физлицо собственника данного земельного участка. И данные оборудования, данные материалы, которые находились на утилизации, остались здесь. Как собственник пояснил, что в настоящее время идет судебное разбирательство по обязательству института, который арендовал вывозу оборудования и вот этих утилизационных отходов с его территории. И как бы пояснил, что институт находится на стадии банкротства. Поэтому сейчас идет судебное разбирательство, потому что это не его тоже собственность. И он с ней ничто не мог бы не делать, никак, и оборудование стоит. Территория не электрофицирована, то есть ни отопления, ничего нет, не электричество полностью обесточено. Вот как бы сейчас пока такая вот ситуация. Азбестовский отдел Роспотребнадзора в этот же день, 20 апреля, провел лабораторное исследование атмосферного воздуха в городе с целью, какое влияние на здоровье населения окажет этот пожар. Четыре часа у нас выезд был и осуществлены в двух точках исследования атмосферного воздуха. По результатам проведенных исследований превышение ПДК не установлено, то есть все в пределах нормы. Мы сделали близлежащую точку от места возгорания у жилых домов и вторую на территории своего центра. Ситуацию с влиянием атмосферного воздуха на здоровье людей в городском округе Роспотребнадзор будет и в дальнейшем контролировать. В ходе совещания выяснилось, что ни полиция, ни прокуратура своевременно не были информированы о происшествии. Глава города по этому поводу сказала. Этот случай, я говорю, он показал, что с одной стороны все объединились, сработали, с другой стороны показали, этот случай показал слабые стороны реагирования, в первую очередь реагирования на возникновение нештатной ситуации. Глава города отметила, что все свалки находятся под контролем коммунальных служб администрации и мы неоднократно в своих сюжетах рассказывали о ликвидации таких свалок. С учетом этого случая, то есть вот эта свалка нам не попадала. Не попадала, понятно почему, потому что собственность частная и мы вот не всегда владели этой ситуацией. Сегодня проанализируем личные обращения граждан, проанализируем, проведем работу с обслуживающими организациями, кто непосредственно занимается обслуживанием, содержанием дорог, уборкой в удаленных территориях. В своем заключительном слове, подводя итог совещания, глава города сказала, что самое главное это оперативное реагирование на подобные ситуации. 20 апреля 2021 года на открытой площадке в районе отвала фабрики номер 5 произошло возгорание автопокрышек силами 61 пожарно-спасательной части, а также с привлечением муниципальных предприятий спасения в то ресурсы, а также при участии публичного акционерного общества «Урал-Азбест» нам удалось осуществить мероприятие по тушению пожара с момента возгорания до 16.00. Мы видим, что основные мероприятия и меры были приняты, что позволило предотвратить возможность и распространения возгорания, возможность возникновения чрезвычайной ситуации. Но, несмотря на это, мы видим, что сегодня особое внимание, во-первых, необходимо уделять проведению постоянного мониторинга с учетом внеплановых мероприятий со стороны отдела по управлению муниципального имущества, надзорных органов, в части выявления удаленных территорий, включая собственность частных лиц, где возможно наличие несанкционированных свалок, а также создание условий по возникновению возгорания и пожаров на территории Азбестовского городского округа. По принятым мерам, безусловно, сегодня точку мы еще не ставим. Будут проведены все необходимые мероприятия с собственником участка, с арендатором этого участка. Кроме того, при участии Роспотребнадзора данная ситуация находится на особом контроле по всем основным показателям изменения атмосферного воздуха. Такие контрольные мероприятия были проведены и в день возгорания вчера, 20 апреля. Если говорить, какие сегодня необходимы меры в первую очередь принять, отделу общественной безопасности администрации Азбестовского городского округа до конца недели подготовит предложение в виде нормативно-правового акта по алгоритму информирования населения надзорных органов о возникновении нештатных ситуаций с привлечением сил ЕДДС, единой диспетчерской службы. Основная наша задача – это оперативность в реагировании на возникновение нештатных ситуаций. Вот это самое главное. Кроме того, для нас это особенно важно, и данная ситуация показала, что максимальное внимание всех служб должно сосредоточено быть особенно в пожароопасный период и особенно в удаленных территориях. Затем Наталья Тихонова поблагодарила все службы, организации и предприятия, принявшие активное участие в ликвидации пожара. От себя лично, от администрации города я хочу поблагодарить всех, и муниципальные предприятия, спасение, соответственно, службу нашу, вторресурсы, за оперативное включение в регулирование ситуации, и отдельное спасибо публичному акционерному обществу «Урал-Азбест» за выделение техники и работу на данном участке. Без помощи каждого, без участника каждого, я имею в виду и пожарного, и работников указанных предприятий, эта ситуация могла бы развиваться совершенно в другом направлении. Поэтому спасибо всем за работу, и я надеюсь, что данная ситуация для нас станет основой по предотвращению возникновения подобных в будущем. Юрий Челикин, Максим Фетисов, Новости АТВ.